Добрый день, мир! Сегодня у нас уже 23 января, полвторого дня. Жлоб, лентяй и зануда снова с вами. Лентяй, потому что лень помыть свою грязную машину. Жлоб, потому что лень отвезти, чтобы мне помыли эту машину за деньги. И зануда, потому что я вам все это рассказываю. Я сегодня, на самом деле, сейчас выезжаю на собеседование. Их три у меня запланировано. Сейчас как бы я вам их покажу. То есть вот это собеседование, которое я нашел в интернете. Короче, я сейчас буду ездить по этим местам, где требуются работники. Пытаться пройти интервью. И устроиться на одну из этих работ. Посмотрим, что из этого получится. Посмотрим, на какой работе какие условия. Они все разные. Походу, вы сами будете все видеть. Так, все. И на этот раз это будут конкретно американские компании. Там не будет русскоговорящих, насколько мне известно. Потому что сайт был американский. Вот. И работы тоже будут, соответственно, соответствующие. Едем на собеседование. Посмотрим, что получится вообще заснять. Что получится обсудить. Так, первое место работы, в принципе, находится недалеко от дома. Две с половиной мили, двенадцать минут. Едем сейчас туда. Короче, им требуется водитель на своей машине, не седан, то есть не маленькой. Чтобы развозить Interstate Glass Distribution. То есть, имеется в виду, по штатам развозить стекло какое-то. Пока что это все, что я знаю из объявления. Дальше сейчас уже на интервью будем узнавать подробности. Так, первое место работы. По-моему, вот я правильно приехал. По-моему, должно быть здесь где-то. Так, я вышел с места работы, где провел собеседование. Хотя собеседование это сложно назвать, потому что я даже не звонил, не договаривался, и это не было так официально. Я просто нашел эту компанию там на Креглисте. Вообще, любую компанию, которую находишь, достаточно найти ее адрес, переехать и уже напрямую разговаривать. Такой вариант тоже есть. Короче, он мне дал форму, которую надо заполнить. Называется она Application. Они рассматривают и принимают тебя на работу. Ну, либо не принимают, если ты мне подходишь. Но перед тем, как я сел заполнять этот Application, я спросил, ничего, если я свою машину там возле окна оставлю, чтобы мне штраф никто не выписал? Он так посмотрел и говорит, это твоя машина черная? Говорю, да. Он сказал то, что такая машина нам не подойдет, нам нужны именно вены. То есть у меня вот Highlander, а им нужен именно вен. Типа он как сзади. Вон, Ford. Они занимаются тем, что развозят вот эти вот большие стекла на машину. И они разные по размеру. Бывают такие, бывают еще больше, бывают поменьше. Ну, в общем, суть в том, что они должны лежать вертикально. Их нельзя класть горизонтально. Даже если я опущу свой второй, третий ряд, я не смогу их вертикально положить, скорее всего. В общем, он сказал то, что эта машина не подойдет. Ну, в общем, я ушел, но на самом деле мне и так не очень понравилось. Во-первых, я спросил сразу по оплате, что они платят. Они за каждое стекло платят 5 долларов, он сказал. Ну, я просто с ним чуть поговорил. А что, если я возьму в рент такой вен и буду работать? Он говорит, не, это не будет для тебя, то есть, стоящей работы. Но я сам это понимаю, просто задавал ему вопросы. В общем, работка такая. Они могут доставлять по 8, по 10 лобовых стекол за раз, допустим, куда-то везет. И за эти вот 10 умноженные на 5, 50 баксов он получает. Потом приезжает, допустим, еще раз возит. Но он сказал то, что у них ограниченное количество этих вот доставок, этих стекол. Ну, короче, такая работа. Короче, едем сейчас на вторую работу. Ехать туда 10 минут, почти 2 мили отсюда. Это получается порядка 3 километров. Смотрим, что будет дальше. И конкретно то место, где я только что был, скорее подойдет людям, которые хотят себе частичную занятость. Потому что, я так понял, там немного люди зарабатывают, но и работают тоже в день не так много. 5-6 часов. Как я понял с его слов, она не постоянная. Но как парт-тайм работа, она вполне себе подойдет. И она такая, не бей лежачего, что называется. Очень простая, легкая. И вообще очень круто, на самом деле, так вот ездить, смотреть, чем люди занимаются вообще, на чем люди деньги зарабатывают. Как с точки зрения работника, так и с точки зрения предпринимателя. Я так понимаю, это очень действительно востребовано. Ведь эти лобовые стекла очень часто разбиваются. Вот ты просто в дороге едешь, перед тобой едет машина, и от него отлетает сюда, допустим, камушек. Образуется трещина. А в Нью-Йорке за такие трещины просто жестко... Вот так вот прям штрафами. Порядка 200 долларов, короче, штраф могут выписать, если полиция тебя остановит и увидит вот эту трещину на стекле. Или там скол такой, который уже начинает идти. То есть такая шик-шик линия. Да, за это действительно жестко штрафуют в Нью-Йорке. Поэтому люди стараются, как только у них трещина где-то появляется, они сразу меняют это стекло. А поменять это тоже стоит денег, но это будешь в итоге меньше платить, чем постоянно, когда тебя будет коп останавливать, будешь штрафы платить. Лучше один раз поменять и не париться. Интересный бизнес. Интересный. Так, сейчас я еду по следующему объявлению. Вот оно. Им, в общем, требуется человек, который будет устанавливать кондиционеры. Домашние, промышленные, как я понимаю. Тут написано, что им не обязательно опытный человек. Они будут тренировать. Это фулл-тайм позиция, то есть на постоянной основе. Это не сезонная работа, то есть она будет, опять-таки, постоянная. И у нас полно работы. И тут, в общем, их требования, что они предоставляют. Тут это все написано. Я сейчас сюда еду. Тоже не звонил. Просто напрямую сразу нашел их адрес и еду. Я, на самом деле, заполнил аппликейшн еще вчера вечером. То есть заявление онлайн сделал. Но пока дождешься, и фиг знает, дойдет до них, не дойдет. Прочтут они, не прочтут. Поэтому прочее. Я их адрес нашел. В интернете на их сайт вышел. И вот еду к ним напрямую. Просто зайду тук-тук-тук. И спрошу, нужны ли им люди. Узнаю вообще условия. И что-то вот вообще буду пытаться устраиваться на эту работу. Это называется в Америке Эй, чувак. На этом очень хорошо зарабатывают. Это я точно знаю. Специалисты, кто в этом разбирается, мастера своего дела, очень хорошо зарабатывают. Я точно не знаю, но порядка, вплоть до 500 долларов, наверное, в день можно зарабатывать. Но опять-таки это, наверное, работает на себя. Ну ладно, я сейчас ухожу в депри, но не суть. Еду устраиваться на эту работу. Тут написано, что можно в год зарабатывать где-то 65 тысяч долларов. И даже больше написано. Инсталляция кондиционеров. Они проводят обучение. Это, на самом деле, прекрасно. Я уже как-то говорил, что мне действительно хочется научиться делать что-то своими руками. И научиться устанавливать и вообще разбираться в этих кондиционерах было бы крутой затеей. Так, ну что, я приехал на второе место из моего поиска работы. Вот это вот место. Они открыты. Будем заходить. Здравствуйте. А-Р-Т-У-Р Вакасов В-А-К-К-А-С-О-В И ваш телефон номер? Я буду проверить с хирургом менеджером чтобы проверить, что они имеют вашу аппликацию. Если они так, они могут отправить вам плампирование проверки. Ты не видел это в вашем эмоции? Не знаю. Я буду спросить хирургом менеджера чтобы проверить, что они имеют вашу информацию. И потом я буду следовать с вами завтра в неделю. Окей, спасибо большое. Вы приятного аппликации. Спасибо, вы тоже. Спасибо. Да, в общем, так получилось. Они напрямую здесь не принимают. Вы сами все слышали. Но она взяла мою информацию. Сказала, что завтра, возможно, дознать что да как. Буду очень надеяться, потому что вот это мне действительно понравилось. Если они обучают тому, как работать с кондерами, их устанавливать, будет прекрасно. Ладно, едем дальше. На следующее место работы. Как-то быстро все сегодня получается. Это здорово. Так, все. Едем сейчас дальше. На третье место работы. Ехать 11 миль 41 минуту. Порядка получается 17-18 миль. И что это за работа, сейчас мы с вами посмотрим. Вот она. Coolahead. Называется компания. Я к ним уже на сайт тоже заходил, смотрел. Туда, куда мы едем сейчас, требуется человек на трак, то есть на грузовик, водитель. На 4 рабочих дня. 3 дня выходных написано. И заработок написано где-то от 800 до 1000 долларов. Плюс они предоставляют медицинскую страховку, какие-то еще бенефиты, то есть бонусы, плюсы. С 4 утра работа, то есть надо начинать. Там уже будет 4 утра и до 2.30 дня. То есть получается 10,5 часов в день работаешь, 4 дня в неделю и зарабатываешь где-то 8-10 часов. В общем, заходил я их на сайт вчера вечером. Это компания, которая предоставляет мобильные толчки, толчки, туалеты мобильные. То есть, знаете, да, такие вот будки пластмассовые. И получается вот работа такая, то что надо просто на траке все это возить. По заработку это достаточно неплохо. За 4 дня 800 или 1000 долларов, то есть в этом диапазоне зарабатывать. Интересно попробовать тоже, получить какой-то опыт в этом плане. Я думаю, вы уже поняли то, что я вообще люблю получать опыт во всем. На самом деле в мире столько всего. Столько всего, чего скрыто от нас, но это тоже существует, и люди на этом зарабатывают. Я имею в виду вот люди-бизнесмены и люди, которые работают там. Полно, полно работ. В Америке так их вообще тысячи этих работ. Но хотя здесь есть шанс поработать просто во всех местах. Я понимаю, что я, конечно, сейчас не зарабатываю, но я получаю просто бесценный опыт. Во-первых, это мне интересно, во-вторых, я могу это вам все показывать. И это прям очень мне нравится, прям меня мотивирует. Так что пишите свои варианты. Мне нравится, когда вы на самом деле пишите, я тоже прислушиваюсь, и когда вы просите что-то показать, какую-то конкретную работу, я начинаю тоже это делать. То есть мне это интересно, вам это интересно, это вин-вин. И вы побеждаете в этом, и я побеждаю. Как-то так. И вообще вот свои отзывы, пишите, что вы думаете о конкретных работах, которые я уже показывал раньше. Смотрите старые ролики. И потом, на самом деле, я еще в одно место хочу съездить, на Манхэттене. Я тоже заполнил аппликейшн онлайн, но человек мне уже сказал то, что... Он мне ответил, кстати, сразу сегодня утром. Попросил, чтобы я пришел туда к ним, либо позвонил. Его зовут Тони. В общем, есть канал, но им нужен русскоговорящий человек. Это канал в технике, это даже больше узкопрофильный, конкретно по наушникам. По плате я уже знаю, там они вроде обещали 20 долларов в час, это очень мало, но это тоже парт-тайм работа, она частичная занятость. То есть просто интересный опыт поработать на американцев, но при этом на русском рассказывать о технике. Я им отправил свой канал, он его, походу, посмотрел, и очень прям так мне живо сразу ответил. Походу, ему... Его что-то зацепило, ему что-то понравилось. Там просто в аппликейшне было написано, если у вас есть канал, если вы когда-то выступали на камеру, тоже отправьте. Какие-либо видео. Я отправил свой канал. Он, походу, посмотрел, ему понравилось. Хотя точно не знаю. Наверное, тут я тоже потом поеду, после вот этого третьего места, тогда будет четвертый еще. за сегодня. Так, вот я и подъехал. Пошел-то. Кто-то мне там сзади сигналит. Работник мне здесь не сказал, то, что здесь нельзя стоять, ну, вернее, машину оставлять. Место, где вообще по поводу работы разговаривать, там чуть дальше. Он сказал, что там будет сайт-трейлер, так что едем туда, будем искать. Человека, с кем я проведу собеседование. И, так, вот и главный вход. И, так, вот и главный вход. Call ahead. Блин, здесь некуда и машину поставить. О, толчонки. Так, ладно, я не буду слишком долго тут парковку искать. Машину просто здесь оставлю. Конечно, здесь гидрант. Вот. Я надеюсь, я долго не буду. Потому что, если мимо полиция проедет, то увидит это, он мне выпишет штраф в размере 115 долларов. Я уже однажды получал. Так что, надеюсь, быстро получится. Так, я зашел в этот офис. Там было много работников. Сказал, что я на интервью хочу пройти собеседование на эту работу. Меня спросили, на какую позицию. Я сказал, трак-драйвер. То есть, водитель грузовика. Мне дали вот такой вот аппликейшн. Тут 10 страниц, чтобы вы понимали. Вот реально большое. Тут куча всякой информации заполнять. Как-то не особо это все привлекает. Меня сейчас это делать. Учитывая, что я посмотрел обстановку там. Во-первых, мне не очень понравился контингент людей. Я явно здесь вообще даже на 2 дня не задержусь. Один день, может быть, проработаю. Но из-за этого всего заполнять анкету я не хочу. Там реально много чего надо заполнить. Там куча данных с предыдущей работы. То сё, мы сё. Ну, в принципе, как и на любой работе на американцев. Они всегда дают такие аппликейшн большие. И всегда надо заполнять. Будь то в ресторане, будь то где. Когда работаешь на американцев, всегда вот такая вот штука есть. Я просто вот смотрю. Вон там вот человек таскает эти будки туалетные. И контингент людей и работа мне сама, честно сказать, вообще не привлекает. Я что-то так посмотрел со стороны. Вот, кстати, вот ещё один грузовик. Грузовичок проехал. Походу, он откачивает всю фигню из этих будок. Или наоборот что-то закачивает. Фиг поймёшь. Короче, это 100% не моё. Нет, я могу как бы работать чисто водилой. Им нужно водила. Они спросили, на какую позицию. Я сказал, водила. Они мне дали конкретные аппликейши и подводил. Вот, ну, не хочу. Ладно. Тут их много, полно. Вот. Тоже с этими туалетами ездит. Походу, вот такой вот тракт надо было бы мне водить. Вон, машинки всякие тоже с их лейблом. Вон, Call Ahead. Там номер их и сайт. В общем, да, что-то как-то мне особо охота. Походу, зря сюда приехал. Ну, прям вот вообще не лежит душа. А по оплате и по условиям, в принципе, я вам рассказал уже про эту работу, пока сюда ехал. Поэтому фиг с ним, не хочу я. Так, звоним сейчас Тони. So, my name is Arthur and I fill out the application about the work for a video. The person who will tell about something in Russian, in the Russian language. Okay. Give me what's it? Yeah. Мой английский. Оставляю желать душу. Hello? Hello, Tony? Yeah. Hello, my name is Arthur and I receive a message from you today. About the schedule and appointment for... Yeah, I remember. Thanks for calling. When can you come for an interview? I can come today, if you don't mind. Maybe in an hour, in an hour, 15 minutes. If you can make it at 5, that's good. Okay, so you will be in Midtown in Manhattan, right? Yeah. Okay, great, so I will be at 5. Okay, all right, see you. Okay, thank you, see you. Блин, до сих пор у меня такая тема. Когда я начинаю говорить на английском, я начинаю почему-то теряться. Я вообще забываю слова и начинаю как-то неловко себя чувствовать, некомфортно. Потому что я не могу нормально, вот как по-русски я разговариваю, я не могу так на английском разговаривать. Будем справлять. Я на самом деле над этим работаю, уже лучше, чем было раньше. Но, тем не менее, меня это не устраивает, то, что сейчас. Так, ладно, я далеко на самом деле уехал. То есть я сейчас отсюда буду ехать на Манхэттен. И здесь я живу. То есть я буду, по сути, приезжать в свой дом. Час, 10 минут ехать, 17 миль, это получается порядка 20 километров. Ладно, поехали, короче. Пока я еду, я знаете, что подумал? Что говно-контент приобрело бы совершенно другой характер и смысл, если я бы устроился бы на эту работу. Перевозить туалеты. Тот самый случай, когда блогер действительно делает говно-контент. Говно-контент! Обалдеть, ребят, как же я удобно стал. Просто нереально. Вот это место, в которое я пришел устраиваться. Блин, как всегда. Она беззвучная, когда останавливается наш гибрид, я забываю выключить, в принципе, автомобиль. Заглушить двигатель. В общем, ладно. Оп, все, грязно, и она, конечно, надо помыть. Но я лентяй, жлопый и зануда, поэтому не буду. Кстати, я сейчас сюда зайду, устроюсь на работу. Ну, посмотрим, устроюсь, не устроюсь. А потом еще сюда зайду. Тут вот пицца по доллару, по полтора доллара. Даже куртку не надо одевать, потому что не приходится до кого ходить. Все-таки похолодало. Я уже уходил, он меня тут на входе еще поймал. Ну, снаружи уже еще кое-что добавил мне в словах. Так, так, ты лучше. Видно, да, хотя бы? А вот так еще будет лучше. Зашел в этот магазин. Вот он, Аудио 46. Там было много работников. И я такой прохожу там мимо. Смотрю, там девушка, которую я, кстати, видел на канале тоже. Я просто к ним на канал заходил. Перед тем, как сюда прийти, я тоже такой сделал немножко разведку. Это девушка, которая ведет их канал на английском языке, по-моему. У них, короче, ведущие на четырех или на пяти языках. Они специализируются именно на наушниках. Я просто у них на сайте видел наушники там за три тысячи долларов. Просто наушники за три тысячи баксов. И они хотят через каналы свои пиарить наушники и рассказывать, то есть делать обзоры. А-ля Велсаком. Привет тебе. У него нету конкретных рамок, у него нету конкретных требований или там правил здесь. Ему важно, чтобы был человек креативный, он говорит. Сейчас надо посмотреть, как ты работаешь, как ты креативишь, как к тебе будут люди относиться. Будут ли приходить в этот магазин люди и спрашивать. А можно посмотреть на того человека, который делал там обзор на вот эти наушники? Ну, к примеру, да, он приводил примеры. Будут ли они продаваться, те наушники, на которые ты делаешь обзоры. И, в общем, он хочет, чтобы я для начала начал с того, чтобы делал два ролика в неделю. Субботу-воскресенье, чтобы я работал. Попробую поцарапать мою машину. Ходит тут с пакетами всякими. И он спросил, смогу ли я делать два ролика за сутки. Два дня, субботу-воскресенье, по 12 часов. Это получается написать сценарий. Потом это все надо будет отснять и уже смонтировать тоже самому. Потому что он просто посмотрел мой канал, говорит, я вижу, что у тебя там получается, там, и все такое. Ну, ему понравилось, в принципе, в целом. Я такой думаю, да, все это смогу сделать. Я вообще в объявлении видел то, что им требуется человек, и они готовы платить 20 долларов в час. Я подумал, может быть, я сейчас сюда приду, я пообщаюсь, я узнаю, кто он, узнаю, кто я. И, возможно, то есть он будет заинтересован, и ценник скажет какой там. Может быть, это в объявлении так, а по факту я же не знаю, я же с ним никогда не виделся, не общался. В общем, я спросил, какая оплата, он говорит, он еще не сказал слух, не знаю почему, то ли работники рядом, то ли что. Он написал на телефоне 20, на калькуляторе своем, на телефоне, и показывает мне, вот, вот это будет твоя оплата. Я такой, е-мое. Как бы это неплохо в целом, 20 долларов в час, но в то же время это не очень привлекательная сумма. Короче, да, надо думать, и вот когда он выходил, я уже ухожу, он такой, нет, здесь у входа, у двери поймал, говорит, ты можешь завтра выйти? То есть, по сути, он заинтересован. О, как же я проголодался, пока тут ездил по этим всяким собеседованиям. В общем, если две пиццы, обошлись в 3 бакса. Обычно везде вот такая пицца, и вот в таких вот пиццериях, стоят по одному доллару. Но я не стал куда-то ехать, тут их полно, на самом деле, просто я тут удобно стал. Вот место, где я был, это место, где я просто езжал пиццу, поэтому пофиг. В общем, получил не 3 за 3 доллара, а 2 за 3 доллара. Так, все, пицца закончилась. Где вот тут мусорка? Пока я тут пиццу в машине ел, я увидел, как человек, с которым я разговаривал, я так понял, это главный босс вот этого магазина, он вышел и куда-то направился. Походу, его рабочий день закончился. Время половина шестого, даже без двадцати шесть. Ладно, поеду домой, дальше видно будет. Так, сейчас 40 минут ехать домой, это 10 километров. Манхэттен. Манхэттен это много людей, много машин, бесконечное количество пробок, суета и небоскребы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова